Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. 13 регионов Казахстана в зоне высокого риска паводков. Об этом сообщил министр Ильин. Так, в западно-казахстанской области не очищено русло реки Щеэле в пределах села Шалгын, где в прошлом году вода вышла из берегов. Напомним, прошлой весной паводки затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах Казахстана. Например, в западно-казахстанской области вода размыла переправу и разрушила школу. В двух регионах области пришлось вести режим ЧАЭС. Каждую весну последние 10 лет часть Казахстана заливает большая вода. Но власти реагируют очень поздно. И теперь снова большинство регионов Казахстана под угрозой подтопления. Всему виной снег, которого в этом году выпало больше, чем обычно. Министр по ЧАЭС Ильин заявил, что Казахстан не готов к паводку. А Акиматы продолжают формально относиться к выполнению противопаводковых мероприятий. На сегодняшний день в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов. Это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан. Правительство и руководители центральных и местных исполнительных органов каждый год говорят о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны. Но каждую весну ситуация повторяется. Ильин раскритиковал подготовку Акиматов к паводкам. Как отметил глава АМЧС, в отдельных регионах все еще сохраняется формальный подход к исполнению поручений по реализации противопаводковых мероприятий. Игнорированные заблаговеренно-превентивных мер повлекут за собой выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий паводка. Только в 2022 году на эти цели затрачено 7,6 миллиарда тенге. Из них из местного бюджета более 6,5 миллиарда тенге. И более миллиарда из различных благотворительных фондов, в том числе по городам Алматы, Заково, Туркестанской, Актюбинской, Жамбульской, Карагандинской области. На сегодняшний день говорить о полной готовности с паводкой ситуации пока не приходится. По данным из открытых источников, в год в бюджете закладывают около 40 миллиардов тенге или 87 миллионов долларов на ЧАЭС. Решение об объявлении ЧАЭС проходит регистрацию в юстиции и далее выделяется средство за счет местного бюджета. Также всегда привлекают бизнесменов и меценатов. Но за скот и мебель редко выплачивают компенсацию. Первое. На сегодняшний день полная готовность к паводке ситуации в регионах не обеспечена. Мы про этот вопрос в прошлом году много раз говорили на заседании правительства. Только мы три раза рассматривали весной, летом и осенью. Дорожная карта. Всех предупреждали, что нужно в полном объеме выполнить все мероприятия этой дорожной карты. С тем, чтобы резко снизить риски паводковых ситуаций в следующей весной. Но отдельные системные меры не принимаются в течение продолжительного периода. От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. Из-за этого страдают дома, имущество скот. Боржан Шехмед Ахмедер Ильясов. Столичное бюро. ТДК-42. Порядок подачи заявок на льготное автокредитование могут изменить в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии Карабаев. Он напомнил, что по льготному автокредитованию сумма выдаваемого кредита должна быть до 10 миллионов тенге. А стоимость автомашины не должна превышать 15 миллионов тенге. Такие параметры, по его словам, были сделаны для того, чтобы сделать программу доступной для большинства населения. Какие еще произошли изменения? Помните, буквально за несколько месяцев казахстанцы разобрали выделенные на кредитование 100 миллиардов. Спрос на льготное авто был высок с первых дней действия программы. Теперь в программу внесли изменения. Если раньше необходимым условием для участия в программе был первоначальный взнос в 20%, то сейчас его могут отменить. Если раньше условия программы позволяли приобрести любой местный автомобиль, в том числе высокого класса, то сейчас предполагаемая программа станет доступна лишь для бюджетных машин. И это еще не все. Здесь вопрос в целом о пересмотре механизма программы стоит. Если до этого сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк, Фонд развития промышленности предлагает другой механизм, чтобы сначала в Фонд развития промышленности обращались, там будет электронная очередь, а потом уже в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить авто. На рынке и до программы был сильный дефицит машин, причем не только у нас, а по всему миру. Нехватка комплектующих, проблемы с логистикой, война в Украине. Все это снизило глобальные поставки авто на все рынки, в том числе на казахстанские. Дефицит вызвал повышение цен на некоторые модели. Говоря о долгом ожидании новых авто, Харабаев отметил, что такая ситуация не только в Казахстане. Это в любой стране так, даже в самой Южной Корее, где Кия производится. Там тоже отдельные марки, населению приходится ждать 2-2,5 года. В список счастливчиков в итоге вошли всего 11 тысяч человек, но при этом еще не все сели за руль этих авто. Даже сейчас, несмотря на то, что программа приостановлена и действует только из револьверных поступлений, мы получаем огромное количество заявок от казахстанцев, говорят чиновники. По данным Ассоциации автобизнеса, свыше 15 тысяч казахстанцев ранее подали заявки, чтобы стать участниками программы. Боржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. В Уральске территориальная избирательная комиссия проводит обучающие курсы. Тема курсов – организация деятельности окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов-маслехатов по территориальным избирательным округам. На курсах задействованы ответственные работники всех избирательных участков. В проведении курсов принимают участие председатели и члены избирательных комиссий региона. В предстоящих избирательных кампаниях не должно быть недостатков, поэтому в ходе семинара проводится анализ организации деятельности комиссий, полномочий и их представителей, взаимодействия с политическими партиями и наблюдателями. Наша задача – проанализировать организацию избирательного процесса со всех сторон, чтобы сделать процесс выборов максимально удобным и прозрачным. Большое внимание уделяется разъяснению избирательного законодательства, информированию избирателей и остальных участников процесса о ходе избирательной кампании. «Эта деятельность, объединяющая усилия структур государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий и всех заинтересованных сторон, направлена на формирование избирательной культуры и грамотности субъектов избирательного процесса, также способствует вовлечению граждан республики в процесс управления государством». Центральная избирательная комиссия по-прежнему организует разъяснительную работу на системной основе как во время заседаний, так и на диалоговых и экспертных площадках. Сергей Уланов, Марина Горбук, Айбуладжигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Сельская учительница повесилась в Западно-Казахстанской области. Педагогу было всего 22 года. В департаменте полиции региона сообщили, что тело Назыму Мерзаковой без признаков насильственной смерти было обнаружено повешенным 17 января в сарае частного дома села Сайкуды Кагжаикского района. В отделе образования района сообщили, что Назым была учителем начальных классов. Она устроилась на работу в сельскую школу сразу после окончания педагогического колледжа в Уральске. Что стало причиной трагедии, выясняет полицейский. Труп направлен в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы. «По данному факту начато досудебное расследование. По статье 105, ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан проводятся все соответствующие следственные действия». Срочную эвакуацию учащихся провел персонал 10-й средней школы в Уральске. 23 января в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, вызов о возможном возгорании в средней общеобразовательной школе номер 10 имени Байтурсынова поступил 8 часов 45 минут. Со слов очевидцев, угроза возникла в кабинете изобразительного искусства в блоке «Д» на первом этаже. Персоналы, учащиеся, были эвакуированы до прибытия пожарных. Расследование показало, что возгорание произошло по причине замыкания осветительного прибора. За нарушение пожарной безопасности был составлен административный протокол. В этой связи департамент ОЧС Западной Розанской области призывает жителей и гостей области строго соблюдать требования пожарной безопасности. И чтобы вы помнили, что только добросовестное соблюдение требований безопасности может сберечь вас и ваших близких. В ЭТРАУ вынесены приговоры в отношении 27 граждан, участвовавших в январских событиях. Согласно решению суда, все подсудимые были признаны виновными. Некоторые лица находились до оглашения приговора в специализированных учреждениях либо под домашним арестом. 8 человек в данный момент находятся под контролем службы пробации. В случае нарушения ими правил в отношении них предусмотрен арест. Напомним, что 27 человек обвинялись в оказании сопротивления и причинении вреда здоровью сотрудникам правоохранительных органов, а также призывах населения принять участие в массовых забастовках и порче государственного имущества. Каждый из осужденных обязан возместить ущерб до 61 тысячи тенге. Общая сумма ущерба составляет 1 миллион 300 тысяч тенге. Половина из этой суммы будет выплачена государством. Уголовные правонарушения, совершенные подсудимыми, были подтверждены видеозаписями, допросами свидетелей, доводами потерпевших, результатами проведенных экспертиз, а также ответами самих подсудимых. Подсудимые признали свою вину, а также согласились с прилагаемым прокурором наказанием. В Ак-Тубе началось рассмотрение апелляции по новшумевшему делу о финансовых пирамидах. В августе прошлого года основатели сразу четырех компаний, это Гарант 24 Ломбард, Выгодные займы, Стэт Ломбард и Нурали Капитал, осудили на сроке от 6 до 18 лет лишения свободы. Приговор суда потряс как обвиняемых, так и потерпевших. Всего на скамье подсудимых оказались 48 человек, они обманули 17 тысяч казахстанцев. Но суд постановил удовлетворить жалобы 16 тысяч человек. Следствие конфисковало у подсудимых 54 объекта имущества, среди них частные дома, квартиры, офисы, автомобили. Стоимость конфискованного имущества так и не озвучили. Оценку должны были провести судебные исполнители. Сегодня суд решил перенести заседание из-за плохого качества видеосвязи, осужденные, которых подключили в режиме зум-конференции, заявили, что им не слышно, что происходит в зале суда. Поэтому ходатайствовали об оффлайн-участии. Сказали мне, как найдем клиента. Мы с вами свяжемся в течение трех месяцев. То есть мы с вами расплотимся. Но это не было. Например, на тот момент сумма, где-то рыночная была, 3,5 миллиона была. Мне предложили 2 миллиона 800. То, что они знали, то, что мне деньги срочно нужны были. В течение двух недель ламбард запрелся. Со мной никто не связался. Потому что я свою машину сам нашел по страховке. И с тех пор уже три года прошло. Машина на мне. Я являюсь владельцем. Машину не могу забрать. Она стоит в аресте. Она в одном почелке на южном. В Чумпенте находится. В Туркстанской области. В общей сложности причиненный ущерб составил 30 миллиардов тенге. Со дня оглашения приговора прошло 5 месяцев. Но судьба вещественных доказательств и гражданских исков от обманутых вкладчиков до сих пор не решена. И таких потерпевших, как Дархан Ешанов, в этом громком деле десятки человек. И у всех одна проблема. Люди до сих пор не могут вернуть назад свое имущество. Лайла Уэсова, Жумарт Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. Один из самых исторических музеев Старый Уральск отметил свое 20-летие. Музей хранит в себе экспонаты, отражающие многовековую историю города. Двери музея всегда открыты для посетителей. За всю историю существования там побывало около 250 тысяч жителей и гостей города. Наш корреспондент окунулся в историю Старого Уральска. Началось все 20 лет назад, когда основательница музея Наталья Сладкова собрала группу коллекционеров, которые решили организовать выставку реалитетных вещей. Организаторы никак не ожидали, что это вызовет столь большой интерес у людей, и выставку решено было продлить. Народному музею Старый Уральск исполнилось 20 лет. Эту дату мы отметили на уровне города. В театре при полном аншлаге собрались все друзья музея, и все люди, которые на протяжении этих 20 лет помогали музею. Сегодня тут насчитывается более 32 тысяч экспонатов. Сначала здесь собирались любители-коллекционеры, затем здесь начали собираться горожане, чтобы увидеть своими глазами и прикоснуться к вещам тех времен. И почти сразу выставка стала общественным культурным движением. Горожане отдавали Старому Уральску свои семейные реликвии, которые веками передавались из поколения в поколение. Предметы быта, искусство, мебель. К примеру, это девичий уголок. Красавицы тех времен полтора века назад прихорашивались перед этим зеркалом. Как вы подумаете, что это? Ножницы? Нет, это плойка тех времен. Девушки нагревали его над костром и делали себе кудри. Со слов Геннадия Мухина, места в музее практически не хватает, и у каждой вещи есть своя определенная позиция. Относятся сотрудники музея ко всему с особым трепетом и аккуратностью, так как знают, что у каждой вещи здесь есть своя судьба. А данному патефону 80 лет. Это любимый экспонат детей, который посещает музей. Здесь играет всеми известная мелодия из фильма «Место встречи изменить нельзя». Сотрудники музея работают на общественных началах, а расходы в виде коммунальных платежей выплачиваются из добровольных пожертвований членов клуба «Друзей музея». Стоит отметить, что Старый Уральск получил статус Народного музея не только из-за того, что экспонаты в нем народные, но и потому, что все экскурсии в музее бесплатные. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова